Джанго Происходит следующее Буквально через несколько дней 25 августа В клубе 16 тонн Состоится концерт группы Джанго Внимание, я прям зачитываю В программе концерта Новые аранжировки Импровизации на фортепиано Любимые песни в сопровождении аккордеона Все это создаст особенную атмосферу За которую так любит этот коллектив Все верно каждому слову? Да, абсолютно верно Ну тогда у тебя какой-то комментарий Что еще интересного в этом концерте Чем он особенен Помимо того, что там сопровождение аккордеона будет Ну вот это я считаю Одна из самых главных вещей Потому что недавно совершенно Наш коллектив пополнился Замечательным музыкантом Аккордеонистом Лешей Скипиным Алексей, привет Да, Алексей, тезка мой тоже Хороший парень Очень хорошо играет на аккордеоне Импровизирует Мы как-то очень быстро нашли общий язык И вот это самое главное, что сейчас отличает Наше предыдущее выступление Это присутствие аккордеона Оно, конечно, придает в лирических песнях Особый такой щемящий лиризм На аккордеоне я сам любил поигрывать в детстве И даже записывал Конечно, там же Баян, там прям что-то с четырех лет у тебя, по-моему, первые уже опыты С папой, совместное исполнение С четырех это приврали, а с пяти Да, поэтому очевидно, что спустя годы Это должно было произойти Аккордеонист должен обязательно был появиться В твоем коллективе Ну скажи, пожалуйста Человек как-то сам к вам пришел Или вы искали, писали объявление Что и ищем Да это получилось Как всегда происходят хорошие вещи Они происходят как будто Сами собой, ничем не инициированные Ничем не В общем-то непредполагаемые Я написал песню Мы не уйдем И вдруг возникла идея Это мне подсказал еще один мой товарищ хороший Говорит, а давай сделаем такую Не сделать ли тебе такую лирическую Значит Лирический вариант этой песни Ну я в общем взял и сделал Очень быстро И я понял, что там должен быть Обязательно должен быть аккордеон или баян Ну по идее должен был быть баян Но поскольку я на баяне играть не умею Там кнопочки А на аккордеоне там клавишки Да Вот То нам опять же Повезло Мы бросили клич Дайте аккордеон Аккордеона не было своего Значит Отозвались добрые люди По совместительству наши хорошие товарищи И любители творчества И заодно аккордеониста вам подогнали Да Аккордеониста нет Это еще целая история Я записал этот вариант песни А потом Возник концерт На котором Такой серьезный концерт Интересный Связанный с вооруженными силами И так далее Поскольку песня такая В общем военная Лирическая Лирический фольклор Мы сегодня попросим тебя исполнить Надеюсь, что ты не откажешь Хорошо И я решил, так сказать, на свой страх и риск Сыграть ее Хотя времени для репетиции практически не оставалось Репетировали мы это все дело с Лешей Скипиным Мы познакомились, собственно говоря, в фойе Концертного зала «Октябрь» Там проходило вот это мероприятие И я решил все-таки эту песню исполнить И попробовать прямо Аранжировка уже была Я ее сыграл Но осталось только сыграть на аккордеоне Я не знал, Леша справится с этим или нет Но он взял и справился И все сложилось А потом мы решили Я думаю, а почему бы и нет Давай вместе играть Точно так же, как у меня было на самом деле И с группой, которая сейчас Функционирует, так сказать Группа «Джанго» Да, вам это говорили Скажи, сколько человек на сегодняшний день Да, состав же изменился На сегодняшний день уже вместе со мной пять Я думаю, что мы найдем еще шестого А это какой инструмент Это может быть Ну, на самом деле Есть хороший трубач Но он вот Думает Берет и в Киеве проживает С этим, да, очень сейчас сложно Ребята из Донецка приезжают Хотя мы вместе уже тоже играли Выступали как-то Ездили, я даже не помню, куда Но не в Москве Ездили Получалось очень здорово Женька трубач наш Тоже очень хороший Но сейчас с ним пока что Не получается выступить Я надеюсь, что Через какое-то время Я широкой публике, так сказать Представлю его Хотя те, кто посещал наши концерты Три-четыре года тому назад Я думаю, что Знают его хорошо Ну, замечательно Будем ждать Все сложится Я знаю, что если ты что-то захотел Придумал Сочинил себе Если я вспомнил об этом То это будет Случится Леша, по поводу концерта Это 25 августа В клубе 16 тонн Спасибо тебе за возможность Нашим слушателям и зрителям Там оказаться Пригласительной На два человека Да-да, конечно Только я предлагаю Вот сейчас мы уйдем На небольшую музыкальную паузу Тебе подумать Какой мы вопрос зададим Каверзный Сложный Очень нашим зрителям Например, сколько струн На шестиструнной гитаре Ну, примерно Да, но, друзья Это еще не вопрос Я думаю, что мы все-таки Что-то придумаем Это не каверзный Запускаем тогда музыкальную паузу И вернемся Алексей Подобный Лидер группы Джанго 25 августа Концерт в клубе 16 тонн Скоро получится у вас Заполучить два билетика На это мероприятие А это, друзья Алексей Чумаков Песня о любви В эфире телерадиоканала Страна ФМ А у нас в студии Алексей Подобный Лидер группы Джанго 25 августа Концерт в клубе 16 тонн Надо быть обязательно на нем Да, Леш? А что же мы говорим Особенно мне Будьте добры Так, пожалуйста Уважаемый Музыкант-артист Да уж, я точно постараюсь Но ведь 25-го Москва А дальше Санкт-Петербург Про это событие Надо тоже обязательно сказать Ну, в Санкт-Петербург Я еду один Без группы? Да, там такой Очень маленький Камерный концерт Акустический В небольшом зале Я там уже выступал И Это, скажем Такой творческий вечер Да, то есть Для питерских людей Слушателей Я один с гитарой Может быть Там будет еще фортепиано Может быть Но пока даже не знаю Точно Принесите с собой Поклонники Алексея Обязательно Как-нибудь клавиши Принесите с собой Рояль Прикатите Пожалуйста Творческий вечер У тебя случится 26-го То есть на следующий день Сразу же после Московского концерта В клубе 16 тонн Ну, а подробности Есть у тебя в социальных сетях Я видела, да В инстаграме Так что Милости просим Друзья Сейчас по поводу Пригласительного На два лица На концерт В клуб 16 тонн Попросила я Алексея Придумать Какой-нибудь Очень сложный вопрос И вот что Алексей придумал Друзья, внимание Сейчас вы услышите Этот вопрос А давайте так Седьмой Правильно ответивший На него Седьмой Внимательность Я бы сказал Что это вопрос Из двух вопросов Потому что Одна первая часть вопроса Очень простая А вторая часть вопроса Очень сложная И только В общем Если человек Интересуется музыкой То наверное Он может Сможет на него ответить Поэтому в принципе Годится даже Первый ответ А второй Это для экспертов Это второй уровень Хорошо Значит Чем отличается Баян От аккордеона Вот выдал Друзья Успехов Успехов Да Первая часть Простая А вторая часть Там есть Одна особенность Касающаяся Настройки Так сказать Инструмента То есть Это будет вам Еще просто Дополнительный бонус На это ответит То можно уже Даже и больше Пригласительных Дать Даже просто По такому случаю Это прекрасно Удачи Искренне Всем пожелаю Леш Всем известно Что ты не так часто Песни выпускаешь Новые У тебя не так часто Появляются Но Что называется Редко Но метко Этот вот Тот самый Твой Случай По этому поводу Говорил ты как-то Что как-то Не пишутся тебе Вот в Подмосковье Сейчас живят Что-то изменилось Или уже есть Подвижки Нет Я сейчас взялся Взялся всерьез За новые песни Да Я работаю над ними Успехи Есть Но я пока Ничего не хочу Показывать Я думаю Через какое-то время Мы будем играть Их живьем И сначала Ты будешь На публике Это все Не буду Не буду Не буду То есть Пока что Мы будем играть На концертах Я хочу найти Хорошую форму Для песни То есть Не просто там Придумать и сказать Вот будет так Я хочу попробовать Сыграть так Сыграть вот эдак Различные И так далее И так далее Тем более что Эти песни Можно будет услышать Только на концертах Будет лишний повод В общем-то Сходить Сходить на концерт Немножко жестоко Это конечно По отношению к поклонникам Но я уже тогда Разрабатываю такой план И буду конечно Всячески стараться Нет Но если Это будет слишком жестоким То мы что-то придумаем Конечно Будем что-то записывать Вот Но я хочу сделать Сейчас уже Действительно Сделать альбом И Выпустить Пока неизвестно когда Но в каком-то Обозримом будущем Уже допустим Там в следующем году Прекрасно Почему бы и нет Чемпионат мира По футболу В России По музыке По музыке У Джанга будет свой Так Лешенька Вы должны Я так понимаю Прерваться совсем Ненадолго опять Да Или есть какое-то время У нас немножко Хорошо И после чего Обязательно продолжим Общение наше И все-таки будем ждать От тебя песни Реши сам Что ты исполнишь Это будет премьера новой Или Что-то из того Что тебе прямо сейчас Хочется исполнить у нас Ну новые еще не дописаны Новая песня Из Так сказать Пожилого Уже Уже Изведанного Наверное Ну что-нибудь Сейчас придумаем Сейчас придумаем Все друзья Дайте нам пару минут Буквально Пожалуйста А это телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну И знаете Алексей Подубный У нас между прочим Лидер группы Джанго Тоже один на всю страну Ну так вот сложилось Каждый из нас один на всю страну Алексей пришел с гитарой Спасибо за что Конечно огромнейшее У нас такое Мини открытие программы Концертный зал Уже начинается Сейчас будет исполнена песня Называется она Лето на 17 аллее Все знают прекрасно эту песню Клип прекрасно знают Да Но есть какая-то новость Связанная с этой песней Новость с этой песней Связана такая Осенью Не знаю точно В каком месяце Может в октябре Я так предполагаю Может и раньше Эта песня будет звучать В одном из новых Очень интересных сериалов Я на телевидении На РЕН-ТВ На РЕН-ТВ Конечно давайте скажем Сразу где искать Вот Так что Песня в общем Нашла свое кино Получился в жизни Жизнь продолжения Скажем так Ну у тебя же Несколько уже песен Которые стали саундтреками Я не буду называть Какой это сериал В общем-то В этом будет определенная Такая интрига Это уже не первая Твоя песня Которая становится Саундтреком К фильму А как на этот раз Произошло Если есть что рассказать Позвонили И сказали Дайте Нам нравится ваша песня Даете Я говорю Да конечно Ну прекрасно Будем ждать Зато мы сразу Сразу узнаем Ну давай тогда Споем Вот ну и песня В общем-то Соответствует Времени года Наконец-то наступило лето Наступило Наконец-то оно сейчас наступило Оно скоро закончится Но оно успело хотя бы наступить Потому что до августа месяца Как-то не верилось Что вообще лето существует в природе Согласна Да Это было очень обидно А сейчас страшно жарко Лето на 17-й аллее И где только по вечерам Наше не пропадало Раз кахача пополам холода Кто-то творит гадальча Надо, не надо Кто так Заодно Иногда Повеселее Все лето на 17-й аллее Пока чудят слышнее у фонрей Я ждать и расставаться не умею Не дождешься ответа Без призорного лета Сколько песен не спета Ну и ничего Огоньки Сигареты Грустью плечи согреты Не ищи огня Там, где нету его Повеселее Все лето на 17-й аллее Повеселее Я ждать и расставаться не умею Повеселее Все лето на 17-й аллее Все лето на 17-й аллее Повеселее Я ждать и расставаться не умею Я ждать и расставаться не умею Браво! Алексей Подобный Ох боже мой Теперь я думаю Многие-многие-многие Только приблизительно Смогли себе представить Что уже будет 25-го августа В клубе 16 тонн Когда там Алексей Гитара и громче Да и помимо других инструментов Еще и потрясающий аккордеон Да Аккордеон там тоже будет Вообще-то в оригинале Там звучат трубы Конечно Тем более записывалась песня в Сербии Темп чудеснейший Да, мы помним Конечно Это очень крутую Такую яркую историю И ждем от тебя Новых подобных В том числе Очень скоро мы, кстати, друзья Подведем итоги И узнаем человека Который получит пригласительное На два лица В клуб 16 тонн На концерт группы Джанго Помните тот самый вопрос Чем баян отличается от аккордеона И наоборот В общем, от этого Очень много Очень много сообщений Пришло, да, на эту тему Так что, Леш, будьте с нами Продолжим Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Алексей Подубный Группа Джанго 25 августа Концерт в клубе 16 тонн И Мы должны сейчас Сделать это Поздравить победительницу Которую получает Пригласительное на два лица Да Татьяна 4472 Вот именно так заканчивается Номер телефона А Танечка ответила На вопрос Чем отличается баян от аккордеона Следующая На аккордеоне клавиши А на баяне кнопки И звук из-за клавиш Другой немного Пишет нам Танечка Да, вот Таня Почему я выбрал Ваш ответ Таня Потому что Вы единственное Написали О звуке Действительно Звук отличается Но он отличается Правда не из-за клавиш А он отличается Из-за настройки То есть Французский аккордеон Скажем так Обладает таким Разливом То есть Он звучит по-другому Не звучит Не как баян Почему Потому что Аккордеон устроен Там звук Получается Из-за таких язычков Металлических Как На губной гармошке Их там несколько И вот Один из язычков Специально делается Короче Там Или длиннее Для того Чтобы звук Был немножко Такой Как Ну Немножко Расстроенный И поэтому Получается Из-за этой Маленькой расстройки Каждой ноты Получается Такой характерный Звук аккордеона Вот этим он Отличается от баян Но это французская То есть Это уроки музыки Вместе с Алексеем Поддумных Слушайте Да Я могу кое-что Рассказать Если это интересно Да Есть классический Аккордеон Он конечно Там нет расстройки Но Но это классика А вот французский Вариант Который мне особо У тебя-то какой будет вариант На концерте У нас будет всякий И такой Несколько инструментов Да Нет Нет Там просто переключаются Регистры Дело в том Что в хорошем аккордеоне А у Леши хороший аккордеон Переключается масса Всяких регистров Вот И там Леша Вот Татьяна пишет Да ладно Тут миллион у него смайликов Ура Спасибо Поцелуйчики В общем очень довольно Ну отлично ждем на концерте Мы с вами да Свяжемся обязательно И расскажем Где и как вы сможете Получить пригласитель На концерт Алексея Леша Как-то ты в одном интервью сказал Для меня идеальная песня Та которую можно После третьей Просто затянуть За столом И она будет слушаться И всех прошибать Это то к чему Наверное стремится Каждый музыкант Чтобы можно было Без аккомпанемента спеть И это была бы Законченная песня Скажи вот Тебе в последнее время Удалось услышать Допустим не свое Чью-то песню Вот именно такое Которую бы ты затянул После третьей Или даже без третьей Просто затянул На самом деле Этих-то песен много А есть новых И военные Песни И вот недавно Мы с ребятами Играли песню Горит свечи Огорачек Гремит Недальний бой Налей Кстати Дружок По чарочке По нашей фронтовой Налей И так далее Вот она пожалуйста Эта песня Спокойно можно петь Без аккомпанемента И она будет слушаться Конечно с аккомпанементом Наверное будет лучше А из новых песен Ну и так Вот из новых Вот из новых Удается тебе вообще Что-то следить Как-то за новинками Или может быть Не специально следить А когда ты оказываешься Где-то там в такси Может быть случайно Или где-то из приемников Доносится Да доносится что-то Но в последнее время Я что-то ничего не слышу То есть Видимо Видимо Не происходит ничего такого Чтобы меня действительно Удивляло Я уже много чего слышал Это конечно даже Печально и обидно Потому что наверняка Музыка не стоит На месте Но у меня в последнее время Складывается такое ощущение Что все-таки Так сказать Музыка Где-то бегает по кругу Просто Разные методы Сейчас звукозаписи Другие там появились Какие-то Инструменты Начали Больше электроники Начали там Везде применять Но она стала На мой взгляд Музыка сейчас Становится Особенно Западная Все злее и злее И она В общем-то И у нас Становится Почему-то А мы всегда Поглядываем туда Послушиваем Электронный жабельон Поэтому у нас Тоже Вот скажем Я очень Приветствую ребят Которые занимаются Рэпом С точки зрения Поэзии Это очень интересное явление С точки зрения Современного Какого-то Слова русского И так далее Неужели ты тоже Баттл смотрел Оксимирона и Гнуинова Нет Я не смотрел Правда Я не очень вовлечен В эту всю историю Просто мой Хороший Товарищ Захар Прилепин Писатель наш Известнейший В общем Классик при жизни Я считаю Он Увлекается Рэпом И я Прислушиваюсь К его мнению Вот И наверняка Это интересно Но с другой стороны Что я отметил Я отметил Что все-таки Эта музыка Достаточно агрессивная Вернее Даже Это не музыка Скорее Будем считать Это поэзией Будем считать Это поэзией Да То есть К музыке Это мало имеет В отношении Понятно Алексей Когда ты-то рос На Бахе Бетховене Шопене И конечно Это там Это все в тебе Я все-таки Да Видимо Получается Что для меня Приоритетно Какой-то Какой-то Мелодизм Я люблю Душевность В музыке Какую-то Которую Дает какую-то Надежду И так далее Поэтому Мне очень нравится Два песни До тебя Давай мы сейчас Дадим возможность Семь насладиться Посмотрим Посмотрим И послушаем Клип Особенно радиослушатели Посмотрят Да А они пусть срочно Включают 742 канал Триколор ТВ Или приложение Скачивают Или заходят На наш сайт Джанго До тебя Мы продолжим Общение С Алексеем Подобным Оставайтесь с ними А живет когда Безымянными перронами вода И пойдет река Огнями берега Ты узнай меня Ты узнай меня Вдали веселого А обратно домой Веселее всегда До тебя До тебя Мне откуда было Знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы, глядя в небеса Снова ночевать Ты узнай меня По заброшенными перегонами По заброшенными перегонами Ты узнай меня Веселого вдали Веселого вдали Полетят когда Над исколотым огнями холода А обратно домой Ранние журавли До тебя До тебя Мне откуда было Знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы, глядя в небеса Снова на Обратно домой Веселее Веселее Всегда До тебя До тебя Мне откуда было Знать Что любить не перестать А дышать Не устать До тебя До тебя Мне бы только дошагать Чтобы, глядя в небеса Снова нам Оживать Снова нам Оживать Джанго До тебя, друзья Ну и продолжаем общаться с Алексеем Подобным Сегодня у нас в гостях Буквально через несколько дней 25 августа У вас будет возможность оказаться на концерте группы Джанго В клубе «16 тонн» Вся подробность есть в соцсетях у Алексея Будет очень хороший живой состав Что называется Группа Да, целиком И вот Новые аранжировки Обещанные Леши Концерты твои всегда наполнены Какими-то личными откровениями Так ведь это? Ну, во всяком случае Вот То, где мне посчастливилось Находиться Или это все-таки касается Больше творческих вечеров Что как раз тебя ожидает 26-го Или здесь ты тоже позволишь себе Между песнями Какие-то рассказы Откровения Размышления Бывает Я просто никогда не готовлю Заранее Заранее Никаких спичей Да И я могу просто Решить перед концертом Что я бы хотел сказать об этом Потому что у меня было какое-то впечатление В жизни Если этого впечатления нет Это не значит, что я ничего не говорю И ничего не рассказываю И не делюсь какими-то ощущениями своими Это зависит от какого Зависит непонятно вообще от чего Короче говоря Вот, кстати, говоря Вот, прошлый наш концерт В 16 тонах Я там что-то говорил И мне даже понравилось Но я забыл, что Потому что Друзья, кто был на концерте Группы Джанго, пожалуйста Напишите, напомните О чем говорил Алексей в прошлый раз Чтобы он не повторился Я, в общем, как правило, говорю Я не очень слежу за социальной жизнью Я больше слежу за какой-то внутренней жизнью За, что ли, какими-то тенденциями Знаешь, есть вот какой-то внутри Какой-то приборчик такой Стрелочка Которая куда-то отклоняется Туда или сюда Я чувствую какие-то общие Какие-то общие тенденции Общее настроение То есть я не лезу в какие-то социальные взаимоотношения Или кто что сказал И так далее Это все как-то Это частность Мне вот важно понять Куда мы все идем Куда я лично иду Как я становлюсь я лучше Или не становлюсь я лучше Ты имеешь в виду в духовном плане Какие-то качества приобретаются Да, ну как человек просто Я все-таки Одно дело карьера Или даже сочинение песен Творчество и так далее Но ведь есть просто Какая-то важная вещь Кто ты такой Какой ты человек Вот мне кажется Что я стал задумываться Именно больше Больше об этом А мне кажется Ты всегда об этом думал Во всяком случае Много лет уже Ну у меня еще была масса Отвлекающих факторов Сейчас их вообще почти нет Скажи пожалуйста Ты сегодня Уже четко знаешь Кто ты и зачем ты идешь И куда ты идешь Ну на данный момент Я знаю что все-таки Мне бы хотелось Делать больше добра Чем его не делать Да, то есть Если я сочиняю песни Я не просто Например Ну вот мы говорили сегодня О вообще некоторых тенденциях Да, в нашей музыке В нашей поэзии Очень много появилось Агрессии Очень много появилось Злых каких-то вещей И так далее Да И вот этого я знаю точно Что я этого делать не буду Хотя мне тоже иногда Свойственно Я тоже гневаюсь Злюсь иногда И так далее Но это не значит Что я должен Выносить это куда-то И делать из этого Еще больше агрессии Да Или какой-то Депрессии Я хочу Чтобы было Хорошо То есть Всегда светит солнце Моя задача Да Моя задача Но это не значит Что всегда светит солнце А музыка Это все равно Драматический жанр То есть Когда все очень хорошо Все улыбаются То в общем Петь-то тоже Особо не о чем Но хочется Чтобы вот Был свет в конце туннеля Да Чтобы человек Когда выйдет Из концертного зала И послушает наши песни Чтобы он поверил нам Чтобы он сказал Да Жизнь прекрасна Мы И слава Богу Что она есть Да И что мы живы И Я понимаю Что меня на всю эту философию Потянуло В общем-то И после того Как я на Донбасс Стал ездить И все-таки я понял Что Разница Какая-то Между Там Московской Гламурной Жизнью И реалиями Войны Она Потрясающая Она потрясает Поэтому Я Часто бываю Печален Конечно Но Но все-таки Хочется Чтобы Наша жизнь Состояла из любви И Надо делать усилия Я хочу это делать Чтобы Количество любви Приумножалось Спасибо тебе огромное Это прекрасно Вот я Я так Думаю Это прекрасно Лёна Что такое дело У нас осталось совсем немного времени Да Для того Чтобы мы уже С тобой попрощались Для следующей нашей встречи Предлагаю тебе на выбор Или ты исполнишь нам Живьем песню Или мы посмотрим твой клип Давайте клип посмотрим Давайте Потому что А я думаю Знаешь почему ты Скап Потому что Тебе самому Ты когда смотреть свои клипы И не приходится Это точно Я их вообще не смотрел Спасибо телерадиоканалу Страна ФМ Спасибо Джанго Ты люби меня просто так Друзья Мы еще немножко пообщаемся С Алексей А что есть клип на песню Ты любим представить Да Смотри внимательно Серьезно Сонно по домам Ночь по улицам Все, что было, снова сбудется Обожги меня Не задетая В лунный свет одетая Весной И пригретая Весной И пригретая Опять вокруг Да Около По крышам Греются Облака И звезды жгутся Окнами Ты люби меня Просто так Завтра будем мы Незамечены Утренним Бродягам Вечным Кто любовь дарил Тех нельзя будить И все, что нам хотелось Просто быть Столько Теплых дней Все Летаю Где-то я Снова Не к тебе В лунный свет одетая Опять вокруг Да Около По крышам Греются Облака И звезды жгутся Окнами И ты люби меня Просто так И ты люби меня Просто так Опять вокруг Да Около По крышам Греются Облака И звезды жгутся Окнами И ты люби меня Просто так Опять вокруг Да Около По крышам Греются Облака И звезды жгутся Окнами И ты люби меня Просто так И ты люби меня Просто так И ты люби меня Просто так Ты люби меня Так Друзья, конечно, если вы любите творчество группы Джанго, вы обязательно должны оказаться 25 августа в клубе «16 тонн» на концерте, на большом музыкальном, живом, чудесном концерте группы Джанго. Алексей Подубный, у нас есть вот еще буквально парочка минут Леш, спасибо тебе огромное Очень уважаю, обожаю и на самом деле люблю, должна признаться Еще и в том числе за то, что Алексей искренне считает, что не бывает дурацких вопросов, бывают дурацкие ответы А это просто потрясающая кость для любых ведущих, для любых журналистов, интервьюеров и тому подобное Леш, буквально маленький вопрос, но я хочу спросить, как поживает Никита Алексеевич? Как ваш сынок чудесный? Замечательно, слава Богу Он сегодня пробует первый раз сходить в детский садик Сегодня вечером я буду знать какие-то новости Вот, я очень хочу, чтобы он рос счастливо И чтобы ему было хорошо, весело, интересно И поэтому, конечно же, ну это огромная любовь, которая меня наполняет Ну и это просто здорово А тут взаимный обмен, я думаю, что у тебя наполняет У меня закончились русские слова Ну чудесно Давай тогда про концерт Кого тебе хочется увидеть в зале? Что можно с собой приносить? Какие подарки, презенты? Груши, яблоки Отличный вариант, кстати Цветы Цветы, да Ну, бывает, конечно, дарит И что я хочу сказать Вот именно в клубе «16 тонн» Все-таки существует какая-то необъяснимая атмосфера Особая, да? Стильная такая И мы как-то вот подружились с ней, с этой атмосферой Я всегда очень рад там выступать Поэтому я считаю, концерт будет обязательно хорошим Веселым, драйвовым Вместе с тем лиричным, конечно же И будет наш аккордеонист Леша И будет все хорошо, здорово И думаю, впечатления останутся самые прекрасные Поэтому я буду очень рад видеть всех вас Так что приглашаю Друзья, так что пойдем Давайте, собирайтесь, планируйте Созванивайтесь с близкими, друзьями, с родными 25 августа на концерт группы «Джанго» Алексей, спасибо тебе огромное Еще раз аплодируем Благодарим искренне Ждем очень скоро Надеюсь, что с концертом Так нам вместе с группой, пожалуй, тоже живьем Исполнить здесь в программе концертный зал Я так понял, что это для тебя не избежать этого Прекрасно И как раз, тем более, раз ты сказал, что эти самые новые песни Ты пока не будешь выпускать, а будешь обыгрывать их на публике Ну да, да Тогда мы тебя будем особенно ждать Спасибо огромное Еще раз, друзья Всем спасибо Страна.ФМ Оставайтесь с нами и на концерт группы «Джанго» Обязательно сходите Все, счастливо До встречи Пока Пока Страна ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok